Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Геем. И сегодня мы играем в криминалочку на сервисах реплей. Первый сервис из Кирилл Путбуль. Не забывайте выводить мой ник по регистрации, и также не забывайте выводить мой промокод. Просто пишите большим буквам капсом вместе Кирилл Геем. И при достижении 5 уровня получаете 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получаете 100 тысяч. Итак, чуваки, сегодня у нас новая сервиска. Кто не в курсе, я заболел. Очень даже серьезно, блин. Не знаю, может по-моему голосу не слышно, но пацаны, мне хреново пиздец, но я все равно решил записать для вас видосик. Он будет длинный, потому что, думаю, сами понимаете, мне прямо очень хреново. Поговорим про сегодня прям прибыль моего бизнеса, то есть у нашего семейного бизнеса. Спортзал Варзамаль, который находится. Не обратите внимание, что я сейчас нахожусь в Пиротехнике, потому что там подписчики были, и я не хотел, чтобы кто-то перед кадром бегал. Не в обиду подписчикам, просто они бегали там туда-сюда, им гэшли, писали в чат, я подписчик, я подписчик, кричали, бегали, прыгали, и я хотел начать нормальную серию, чтобы была. Также насчет конкурса, пацаны. Я говорил, что скоро будет конкурс, он будет, пацаны. Я только как выздоровлю, сразу запишу видео и сделаем конкурс. Уже в рефералке набралось достаточно денег, кстати, да, в реферальной системе, пацаны. Дям 600. Кто еще не легался, можно этот промокод вводить на любом сервере, если что, пацаны. Будет конкурс на пару миллионов, также я в своей группе официально сделал голосование, там еще один приз добавить, это блатные мира, так что заходите в группу, там голосуйте. Так, погнали, короче, в спортзал, и покажу вам, ну, где он находится, кто не знает, и покажу вам финку, в принципе, которую он мне принес. Побежали, вон там Бэхма стоит, подписчики, не знаю, убежали, не убежали, поэтому сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, они, наверное, ушли, да, либо в спортзал ушли. Ладно, пошлите в спортзал, вот, там Кирилл Гейм, вход бесплатный. Кстати, у меня не было ни одного бизнеса, в котором у меня был вход платный, пацаны, это мои традиции, я никогда не ставлю платный вход, ни в каком бизнесе, в принципе, поэтому вот такие вот делишки. Ну что ж, я владею этим бизнесом, пацаны, уже 17 дней. За эти 17 дней заработал неплохую сумму. Какую сумму, я сейчас вам тоже покажу и расскажу. Я уже посчитал, сколько я заработал денег, в принципе, поэтому сейчас вы узнаете. У меня все куплено, видите, у меня все изучено, поэтому я не смогу изучать эти серебры, но вы можете, если что. Итак, я купил этот бизнес, блядь, за сколько я его купил, я, кстати, не помню. По-моему, за 17 миллионов или за сколько? Блин, кто помнит, сколько я его купил, напишите в комментариях, пожалуйста. Так, у него в гос, как, короче, получается 10 миллионов. Ммм, потом, что тут еще есть? Баланс, это за сегодня он уже сколько принес? Оплачен надо будет оплатить, чтобы 30 было. Пацаны, чтобы вы понимали, я еще ни разу не завозил в этот бизнес продуктов. Я так полагаю, что продуктов хватит на целый месяц даже, поэтому это очень заебись. Видите, у меня штрафных идей нет вообще. Итак, что у нас тут еще есть? Из улучшений у нас куплено вот это, вот это и название я менял, поэтому вот такие вот дела. Давайте, я думаю, к самому интересу перейдем, не будем тянуть кота за одно место. Так, финансовая слистика, пацаны. Я, короче, посчитал, вот это не обращайте внимания, это из-за того, что когда мне бизнес, чувак, продал, финка аннулировалась. Ну, сбросилась полностью. И из-за этого пустые дни забились первой прибылью его. Поэтому, когда пройдет 30 дней, уже все будет нормально. Так, вот, начинается прибыль отсюда, пацаны. Вот, 17 дней я мим владею, 0 это из-за того, что перерывался сервер, и из-за этого финка 0. Я посчитал на калькуляторе, если что, да. На калькуляторе я считал, потому что, ну, блядь, 17 дней, это тебе считать, он мне не очень, тем более больным. 0, ну, я не помню, сколько здесь было, 1050, наверное, тогда. Ну, короче, я посчитал, вышло 1 миллион 680 тысяч. Ну, давайте, круглим, алям 700, он мне уже принес за 17 дней. То есть, если так подумать, это не точно, конечно, но за месяц будет выходить 2, 2 с половиной миллиона, примерно. Примерно будет что-то в районе такого выходить. Поэтому, блин, не знаю, мне очень нравится бизнес. Спортзал, это мой самый любимый бизнес, у меня было их 3. Первый мой спортзал, это был в Батырево, потом второй спортзал в Южном, и вот третий спортзал в Арзамаль. Вы скажете, блин, если это твой любимый бизнес, почему тогда ты их продал? И, типа, просто менял бизнес. В Батырево я продал, кстати, у меня в Батырево, да, был бизнес. Я его продал, помню, не вспомню, за сколько, но продал, короче, его. И потом его в тот же день выкупил на пару лямов дороже, понимаете, как мне этот бизнес приелся. Потом я его продал, помню, за 35 лямов, и обратно выкупил за 35 лямов. Но потом все-таки я его продал. Я благодаря бизнесу Батырево очень поднялся. Кстати, пацаны, я вот думал, у меня такая идея появилась. Следующий я сниму историю всех своих бизнесов, расскажу, какой у меня был первый бизнес, там, все бизнесы, какие вспомню, в принципе. Я помню, какой у меня был первый бизнес, пацаны. Напишите ваши догадки в комментариях, какой у меня был самый первый бизнес. Я вот помню, какой у меня бизнес, он тоже находится в Арзамасе, но его уже нету, по сути, но он находился в Арзамасе. Кто догадается, пацаны, пишите в комментариях, короче, какой у меня был самый первый бизнес. И если вам нравится такая идея, чтобы я записал историю всех своих бизнесов, то поставьте на лайк и напишите в комментариях. И давайте, пацаны, поактивнее, потому что что-то активность реально упала, и меня это немного, так знаете, огорчает. Потому что я стараюсь, а активности что-то нет. Вы просите амазинхамазинх, но что-то активности я от вас особо не вижу. Еле тысячу просмотров набираются, в принципе. Поэтому, пацаны, давайте поактивней будете, и видосики будут выходить качественнее и чаще. Всё, я думаю, это будем заканчивать, потому что, блядь, я и так с трудом снимаю это видео, потому что мне очень хреново, у меня температура, у меня боится горы, у меня всё тело ломает. Поэтому, пацаны, не болейте, ждите новых серий, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok